Командные виды спорта, тактическая выучка, интеллект и тренировочный процесс. Да, друзья, это все о киберспорте. За время пандемии Одесса по-настоящему стала столицей этого виртуального направления. В нашей стране у нас прошли десятки онлайн-турниров, в которых принимали участие тысячи спортсменов. И хоть все происходило дистанционно от этого накал страстей, только повышался. Круто, понимаешь? Ой, что ты делаешь? 250-е в адемке мубики залетает. Это яркий вакшот от ученика 50-й школы в Counter-Strike. В последнее время, когда все стали ощущать недостаток спортивных трансляций, за киберспортом следят даже и родители участников. А в учебных заведениях специально создают команды из сильнейших школьников. Очень интересно, особенно онлайн. У меня просто присадил, как на футбол. Да, во время кредитного не было трансляций. Да. Зачем еще следить, можно сказать? Ну да, когда говорят, и как продвижение его, и я смотрю, как игры, и как там это все. Я начал вытекать. Тут видно, что он просто растет по игре. И раньше он занимался шахматами. Я думаю, что это, как он говорит, помогло и здесь это тоже. И здесь еще похлеще, чем шахматы. Сыну Олега Вадиму 16 лет. Он уже 4 года выступает в CS GO и дошел до профи уровня. Играет за сборную Одессы. Битва идет 5 на 5. Задача тактическая – обстрелять соперников. Для этого нужно тренироваться и сыгрываться. Сколько часов в день выигрываешь? Часов в день где-то больше 6, это точно. Бывает даже по 10, по 12. Раньше ругали, выключали свет. А сейчас я стал больше играть. Они понимают, как это все происходит. Им это начало нравиться, когда я начал выигрывать турниры. Поэтому они меня стали поддерживать. Я очень благодарен им за это. Недавно в матчевой встрече между городами с Харьковом Одесситы разгромно победили на двух картах. На Мираше были сильнее 16-1 и на Дасте 16-5. Вадим уже понимает, киберспорт – серьезное занятие, в котором раскрученные команды и игроки могут зарабатывать огромные деньги. На самом деле сейчас даже есть команда, или была Гуча Скват, в которой очень много игроков сейчас играет в профессиональных командах. Некоторые играют за команду Украины, и там даже попали в НАВИ, я знаю, молодой состав. Я думаю, что это сейчас очень перспективно. В плане городских турниров, я тоже думаю, что нам это очень поможет, потому что мы играем в предыдущих городов, мы поднимаем свой уровень игры, мы понимаем, как играют в других городах, не только в Одессе. Я думаю, что они собирают лучших игроков из своего города, чтобы они сражались на турнирах вместе. В киберспорте очень важны условия и техника. Перспектива для развития этого направления в Одессе есть. Факультет кибербезопасности информационных технологий Юракадемии, где созданы уникальные условия, в ближайшее время будет принимать масштабные всеукраинские международные турниры. Современные IT-центры – первый в Украине центр кибербезопасности информационных технологий. Оборудованы более чем полутысячи компьютеров последнего поколения. С момента своего создания факультета кибербезопасности информационных технологий ця инициатива поколдается безусловно на президента Национального института Одесскої юридической академии Сергея Васильевича Кивалова. Действительно, для Одессы это такой большой подарок, потому что такой материальной базой, как факультет кибербезопасности информационных технологий, не может показать будь-який інший университет страны. Сейчас на факультете выведено 5 поверхов, которые полностью, извините за такой русизм, но напичканы компьютерами. Всего это близко 500 компьютеров. Сейчас создана лаборатория робототехники и информационных технологий, где используется властный 3D-принтер для 3D-моделирования, выготовления различного рода моделей. Одесская юридическая академия стала первым университетом в Украине, который провел масштабный чемпионат по киберспорту среди вузов и сформировала команду сильных игроков, которые уже заявили о себе на всеукраинских чемпионатах. Эта команда была собрана из представителей нашего факультета и из представителей других факультетов университета, как лучших игроков университета. Мы это сделали благодаря тому, что провели восени минулого года чемпионат по ДОТ-2 среди факультетов университета. Зараз эта команда принимает участь в турнирах уже всеукраинского масштаба. В Одессе киберспорт активно развивается. У нас в городе живет как минимум один из первых лучших в мире старкрафтеров Алексей Вайтра Крупник. В последнее время в период пандемии в Одессе организовали огромное количество онлайн-событий. В марте вообще мы провели около 29 или 30 таких мероприятий. Каждый день. Каждый день у нас проходил турнир. Турниры были по Counter-Strike, по FIFA. Спасибо Дима у нас коммендинг в FIFA. Спасибо ему большое. По Текину, по Фортнайту и еще по какой-то дисциплине. Я уже забыл. По танкам. А, по танкам. Спасибо. Большой турнир по танкам. Спасибо, Дим. Вот было у нас 5 дисциплин и проходили они практически каждый день. Теперь в мае у нас немножко меньше. У нас мы исключили из этого списка танки и Tekken, но добавили туда доту. В апреле в турнире CS GO Одесса School Cup приняла участие около 70 школ города и области. В мае уже заявилось еще больше. Чемпионами в апреле стала 14-я школа. Серебро взяла 62-я, а бронзу 68-я. Главное, ребята продолжают тренироваться и работать над ошибками. CS это командная игра, но при этом от каждого игрока зависит мораль всей команды. Может там быть один капитан, ну капитан может держать всю мораль на себе, но это очень сложно для него. В основном мораль держится на всей команде. Если мораль не будет, то не будет почти ничего. Ну, никакого темпу я между игроками. Тренируемся. Ну, в основном мы индивидуально, но бывают командные игроки, которых мы обсуждаем позиции. Где на кто играет, повторяем их и можем провести маленькую картину, как мы играем на этой самой позиции. То есть два человека, например, играют на одной позиции и остальные трое берут и пытаются пройти за другую команду на эту позицию, пока эти два человека ее сдерживают. То есть мы можем просто либо сыграть на время, чтобы понять, как долго мы сможем продержаться, чтобы пришла подмога. Либо просто проверить, сможем ли мы всех перестрелять на месте. Сегодня в Одессе есть сильные команды, которые выступают на международной арене. Есть грамотные тренеры, готовые работать с детьми. Есть свои комментаторы и огромное количество турниров, где попытать свои силы может каждый желающий. Но при этом важно не забывать параллельно заниматься и физическими нагрузками, бегать и делать зарядку. Тогда и настрой будет боевой. Дмитрий Богомолов, Константин Нищевед, телеканал «Репортер».